Для первого месяца зимы характерна неустойчивая температура воздуха, выпадение первого робкого снега, который быстротает, и уменьшение светового дня. Все эти характеристики в совокупности приводят к тому, что уровень опасности на проезжей части повышается. В настоящее время ситуация с дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области сложная. Дело в том, что с начала декабря, по состоянию на 10 число, на территории нашей области с участием пешеходов зарегистрировано 12 дорожных аварий, в результате которых 2 человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести. Основные дни, на которые приходятся дорожные аварии, это понедельник и пятница. Часы – это в период времени с 4 до 8 утра, а также в период времени с 16 до 20 часов. Больше всего дорожно-транспортных аварий происходит на территории нерегулируемых пешеходных переходах. Здесь острее всего ощущается конфликт между пешеходом и водителем. В темное время суток сложнее всего разглядеть человека и вовремя среагировать. Горожане, отвечая на вопрос, пропускают ли их автомобилисты на пешеходных переходах, разделились во мнении. На улице Центральной, там у них пешеходный переход, светофора нет. И там приходится долго стоять, чтобы пропустили. Стою, жду, жду, а потом иду. Нет такого конфликта между пешеходами? Нет, не было никогда. И ребенок всегда ходит в школу, тоже никогда ничего не говорит. Нет, я скажу, что наши водители, я наоборот рада, что у нас вежливые водители. Иногда пропускают, а некоторые проезжают и не останавливаются, даже если я начала уже идти. Правоохранители вместе с волонтерами БРСМ провели рейд по аварийно-опасным нерегулируемым пешеходным переходам. На протяжении нескольких часов с 17 до 19.00 ребята помогали пешеходам переходить проезжую часть. Моей главной задачей на сегодня является обеспечение безопасного перехода пешеходам, чтобы они комфортно переходили дорогу и на дороге было все отлично. Автомобилисты, ну, они замечали, получается, они старались пропускать, ну, по возможности, вот некоторые. Так, ну, в принципе, и пешеходы, и водители, они себя показали с хорошей стороны. Сотрудники госавтоинспекции контролировали не только водителей, но и самих пешеходов, напоминая о правилах перехода и о важности световозвращающих элементов в темное время суток. Хотелось бы, чтобы каждый пешеход понимал, что переход к проезжей части должен быть безопасен. Для этого необходимо просто убедиться в безопасности. И когда автомобили остановились, только после этого начинать выход на проезжую часть. Но водители должны помнить и понимать, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, это на сегодняшний момент самое аварийно опасное место, каждый водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы в случае появления пешехода была возможность остановиться и предоставить преимущество движения пешеходам. Стоит напомнить, что за нарушение правил дорожного движения пешеходу грозит предупреждение либо штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Водителя транспортного средства, который забывает предоставить преимущество пешеходу на дороге, ждет наказание от 1 до 5 базовых величин. За время рейда сотрудниками ГАИ было выявлено 12 правонарушений. Из них правила нарушили 5 водителей и 7 пешеходов. Рейды продолжатся до конца декабря.